Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Анатолий Юницкий выступил на ежегодной презентации струнных технологий в Марьиной Горке с докладом о будущем проекта Skyway и перспективах его развития. Гости Эко-феста привезли порядка 90 образцов земли из 16 стран мира для создания реликтового гумуса, который поможет восстанавливать разрушенные почвы по всему миру. Информационная служба Skyway подготовила новое видео, в котором рассказала, как обеспечиваются высочайшие стандарты безопасности струнного транспорта. Приглашаем всех желающих на первую конференцию Skyway Capital в Испании, которая пройдет в Валенсии 5 октября. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 17 августа прошел Эко-фест — ежегодная презентация струнных технологий в испытательно-демонстрационном центре Skyway Эко-технопарке. Одним из самых ожидаемых пунктов программы мероприятия стало выступление генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого. По традиции, в своем докладе Анатолий Юницкий подвел итоги развития компании за год, прокомментировал ключевые события из жизни проекта, а также обозначил стратегию дальнейшего развития Skyway. На нашем сайте в разделе «Новости» вы можете прочитать полный текст речи изобретателя, а также посмотреть запись его выступления. За месяц до проведения Эко-фест-2019 организаторы попросили гостей привезти 2-3 килограмма земли из своих регионов для банка живых почт, которая находится в Эко-технопарке. Эта земля поможет в создании реликтового гумуса — органического вещества почвы, которое может использоваться для восстановления любых типов почв, в том числе пустынных песков. Сегодня в лаборатории ЗАО «Струнные технологии» выделили порядка тысячи видов ценных групп почвенных микроорганизмов из образцов земли из Белоруссии, Украины и России. Их уже используют для получения гумуса. Гости Эко-феста привезли с собой еще порядка 90 образцов земли из 16 стран мира. Влияние на экологию, особенности транспортных путей и надежность двигателя. Безопасность транспортных технологий включает в себя множество аспектов. От уровня безопасности транспорта для человека и окружающей среды напрямую зависят его рыночные перспективы. Технологические особенности SkyWay позволяют установить для струнного транспорта высокий уровень безопасности в сфере грузопассажирских перевозок, который недостижим для существующих представителей транспортного рынка. Информационная служба SkyWay подготовила новое видео, из которого вы узнаете, какие именно решения обеспечивают высочайшие стандарты безопасности транспорта SkyWay. Посмотреть видео вы можете на сайте в разделе новости или на нашем канале Vimeo. Уважаемые инвесторы и партнеры, приглашаем вас на первую конференцию SkyWay Capital в Испании, который пройдет в Валенсии 5 октября. В первой части конференции вы узнаете о преимуществах технологии SkyWay и получите информацию о последних новостях проекта. Эта часть будет особенно интересна новым инвесторам, партнерам и всем тем, кто увлечен темами транспорта и технологий. Во второй части конференции пройдет презентация нового маркетингового плана и обучающий семинар на тему «Дупликация. Как правильно построить успешный бизнес?». Приходите на конференцию и станьте одним из первых партнеров, которые будут на практике применять полученные знания и навыки для создания и развития успешного бизнеса в Испании. Прочитать программу конференции и оплатить участие вы можете в личном кабинете SkyWay Capital до 3 октября. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok